Чрезвычайная ситуация завершится. Ограничения останутся, а помощь изменится. Правительство приняло ряд нововведений, которые касаются жизни латвийцев после 9 июня. Вместе с окончанием режима чрезвычайной ситуации в Латвии кабинет министров планирует начать программу переквалификации для тех, кто из-за простоя лишился работы. Как будем жить с началом лета, расскажет Анастасия Дьякнова. Режим чрезвычайной ситуации в стране завершится 9 июня. Так, сегодня решило правительство, утвердив сразу ряд поправок. Во-первых, изменения коснутся самого правительства. Политики смогут быстро вводить необходимые ограничения в случае повторной вспышки COVID-19. Распространение инфекции до этого было трудно прогнозировать. Хоть мы и могли этот процесс контролировать, мы точно не можем сказать, как ситуация может измениться с течением времени. Поэтому законопроект предусматривает возможность для кабинета министров или в момент распространения инфекции, или во время такой угрозы решить о применении каких-то мер. Во-вторых, правительство решило продлить поддержку для предприятий и людей, которые пострадали во время коронакризиса. Выплаты пособий по простою будут продолжаться до конца июня. А до конца года компании смогут продлить срок уплаты налогов. Работники, которые после простоя окажутся без работы, смогут пройти программу переквалификации. Министерству образования удалось привлечь даже высшие учебные заведения. Это такой уникальный случай в истории Латвии. Ранее в основном переквалификация проходила с помощью частных компаний, которые нанимало госагентство занятости. Планируется, что тем людям, которые будут участвовать в программах, какое-то время будут выплачивать стипендии. Предприятия с высокой добавочной стоимостью, которые занимаются экспортом за границу, смогут претендовать на субсидии рабочих мест. Как эта система будет работать, станет ясно уже после утверждения всех изменений с Сеймом. Что может остаться неизменным и после 9 июня? Наличие ограничений. Будут ли послабления, правительство решит ближе к дате окончания режима ЧАЭС уже на следующей неделе. Я пока не хочу называть никакие цифры. Дождемся дискуссии в правительстве. Но мы сейчас работаем и согласовываем возможные изменения подхода к самоизоляции для тех, кто приехал из-за границы. Отмечу, все принятые правительством изменения еще должен будет утвердить парламент. Анастасия Дьяконова, Латвийское телевидение.